я приветствую всех участников совместного проекта прикладная вышивка который организовала люда джаджи ссылочку как всегда оставлю в инфобоксе и сегодня я делаю очередной отчет второй отчет в котором я показываю уже саму вышивку окончательную и завершенную напоминаю что я вышивала такую тыковку от mil hill я уже показала фотографиях в инстаграм и вконтакте когда закончила ее но вот сейчас снимаю отчет для того чтобы оставить ссылочку в группу вот такая красивая тыква в огурцах у меня получилось цвета просто сумасшедшие сочетание у меня не хватает слов чтобы выразить насколько сочетание мне нравится этих цветов в этом дизайне попробую сейчас полностью охватить дизайн работа в итоге получилась такая точного размера какой указал производитель 12 и 7 десятых сантиметров теперь поближе поскольку я не могу налюбоваться на красоту этого бисера здесь немножечко аппетита на самих огурцах вот видно и в остальном бисер обыкновенный бисер очень красивый бисер пришивается на ветке идет на ветке но вот этот черешок и веточки он такой прозрачный с желтой серединкой мягкого мягкого желтого цвета совсем не резкого очень мне нравится как получился контраст блестящего бисера и матового в данном случае бирюзовый бисер он абсолютно матовый и красиво ложится на тыкву вообще само сочетание нескольких узоров тыкве просто удивительно вот если вы посмотрите клетка сочетается с огурцами вроде бы несочетаемое сочетание но смотрится убойно а еще в обрамлении шотландской клетки так это вообще сама так тыковка на удивление вышивалась достаточно быстро на рамку я потратил один вечер и еще денечек как бы два дня вышивалась рамка один день вышивались крестики на тыкве и четвертый день ушел на вышивку бисером ну и пришивание вот этого элемента декоративного листочка третьим отчетом я пока покажу уже окончательную работу как эта вышивка у меня пристроиться в прикладную вышивку не зря вы видите эту ткань под вышивкой потому что мне кажется что я буду сочетать ее с этой клеткой мне показалось что сочетание будет гармонично как вы считаете на этом я со всеми прощаюсь желаю прекрасного вышивали на рукодельном настроении как всегда жду общения в комментариях и до новых видео пока